Друзья, всем привет! Меня зовут Стас Варшавский. У меня короткие ноги, я не умею делать треугольники. Я следую модным тенденциям, использую лапел в своей игре иногда. Друзья, всем привет! Меня зовут Стас Варшавский. И сегодня я вам покажу смеш-хавгард, как оттуда работать, какие есть варианты восстановления гарда, какие варианты свипы есть, какие есть контратаки. И также мы рассмотрим работу из нещил-хавгарда. Друзья, сейчас мы рассмотрим такой свип, когда человек полностью вас раскатал, взял захват кроссфейс, то есть рукой за шею, и захват рука снизу, то есть underhook. И у него есть вот этот вот захват, который лишает меня мобильности, я при этом раскатан на спине. Оттуда все равно есть варианты контратаки, оттуда можно уйти и, в принципе, получить 2 балла за это. И сегодня мы рассмотрим несколько вариантов вот таких вот движений. Первая техника, шутки ради, мы ее в свое время с Мишей назвали Max Carvalho Sweep. Ничего личного, Макс, ну вот просто так получилось, что ты был одним из первых, кто мне попался. Ну, это такая ситуация, когда я проигрываю вот это положение, да, моя нога уходит туда, соответственно, мой оппонент обхватывает мне шею, обхватывает мне захват под руку, и у меня здесь нет никакой мобильности. То есть я не могу нормально выйти тазом, потому что у меня вот это плечо прижато к полу, да, соответственно, я не могу полуструс на их авгард, особенно, когда здесь хорошее давление. Что я делаю? Со стороны, где он оплатывает мою шею, я достаю лапл, плотно вытаскиваю его, спокойно передаю вот в эту руку, причем с хорошим натяжением. Почему я это делаю? Мне нужно показать Саше, что я буду переворачивать его в ту сторону, то есть я создаю, как бы, видимость атаки в ту сторону. Правая рука будет брать захват за штанина в районе колена. Я ему полностью показываю, как будто я хочу его на силу в ту сторону перевернуть. Но при этом я прекрасно понимаю, что у него свободна правая рука, да, и он может ее поставить в пол. Это, в принципе, та реакция, которая мне нужна. И вот когда он поставит руку в пол на противоходе, я своей правой рукой его колено убираю под свое колено, под свой таз. И вот этой рукой я делаю вот такое движение, при этом не отпускаю лапл. То есть я его запускаю в другую сторону, показываю сюда, и дальше в обратную сторону. И оказывается, в принципе, в альентичном положении. То есть у меня захват за штанину, захват за лапл. В принципе, я могу идти сразу же сюда, и он может на мне дарлететься, и очень удобно. Идеальная техника для отработки. Идеальная техника для отработки. Друзья, поскольку после свипа я оказываюсь в точно таком же положении, как и мой партнер до этого, в принципе, для отработки это идеальная техника. Если он может другую так переворачивать, пока зал не кончится, или пока ваша сила вас не покинет. Друзья, здесь очень важно, вы должны реально сымитировать атаку в, ну, скажем так, в неправильную сторону, да, в сторону, которую он будет защищать. То есть вы показываете реальную атаку, вы должны спровоцировать его, поставить руку. Вы открываете лапл спокойно. Тут главное не суетиться, потому что, когда вы суетитесь, в такой позиции, как раскатанный хабгард, шансы, что вас, ну, как бы, просто пройдут в этот момент, пока вы там дергаетесь, они возрастают. Поэтому вы просто плотно держите ногу человека, чтобы он никуда не сбежал. Спокойно открываете лапл, натягиваете его, передаете за головой плотное натяжение, да, чтобы человек чувствовал, что вы реально хотите его в ту сторону перевернуть. Берете захват за ногу и прям вот как будто на силу хотите его перевернуть. И вот в момент, когда он поставил руку, вы делаете полностью противоположное действие, полностью противоход. То есть вы делаете небольшой мост рукой под свою ногу, как бы, убираете его ногу. И вот эту руку, которую держали лапл, по сути дела, вы делаете движение, как вот на отработке, похоже на вот этот, на мост такой. И тем самым вы человека дисбалантируете в другую сторону с очень хорошим шансом перевернуть его. Станислав, сколько нужно часов потратить в зале, чтобы обладеть этой секретной техникой? Минут пять, не больше. Может, меньше. Спасибо. Следующая техника – это продолжение вот этой же позиции. Бывает такая ситуация, когда по какой-то причине вы не можете человека перевернуть, да, то есть он завис в воздухе или он успел поставить вторую руку, да, то есть он успел вычить руку из-под головы, поставить ее, и вы не можете его туда перевернуть. Но за счет того, что вы, собственно, переворачиваю в первую сторону, да, показывая вот этот вот неправильный свип, вы создаете пространство, вы можете восстановить закрытый гард. Вот это мы сейчас посмотрим. Собственно, бывает такая ситуация, да, то, что вы точно так же достаете лапл, все передаете, все делаете как бы четко, да, вы готовы применить этот свип, но по какой-то причине, например, человек поймал хороший баланс, или он вытащил в момент свипа в эту сторону вот эту руку и поставил ее на пол, и у вас, в общем-то, не получается его свипануть из-за этого. В любом случае, когда вы идете на первый свип, вот этот, на фейковый, да, за счет, в принципе, вот этого импульса, вы поднимаете колено, оно отрывается от пола. Соответственно, это дает вам возможность вытащить вашу вот эту нижнюю ногу, которая в хавгарде, и закинуть ее ему на таз, тем самым перейти в закрытый гард. Соответственно, что я буду сейчас делать? Я вам показываю первый свип, вот этот, когда я начинаю идти в эту сторону, и я чувствую, что он в какой-то причине не идет туда, я своей правой рукой вовнутрь своих ног выкидываю его ногу, при этом свою правую нижнюю ногу вытаскиваю, выглядит, например, так, пошел сюда, а вот движение. Также это может быть использовано просто как гард рекавери, если я чувствую, что, допустим, я не хочу переворачивать в эту сторону, у меня там нет сил, или он очень большой, или, ну, разные причины могут быть. Просто установление закрытого гарда, при этом у меня будет захват поверх плеча, да, который уже сломал его осанку, то есть, в принципе, хороший закрытый гардер. Продолжение следует... Когда мы перейдем в закрытый гард, поскольку я сказал, что вот эта вот рука, да, сейчас она как бы прижимает Сашу ко мне, но он и так ко мне прижимается, да, то есть, смысл в этом захвате с точки зрения контроля для меня, ну, почти нулевой, вот. Но когда мы перейдем в закрытый гард, вот этот захват будет мешать ему разорвать дистанцию, то есть, он будет ломать ему осанку. Соответственно, сейчас я покажу, ну, один из вариантов возможной атаки, да, то есть, я иду, например, в эту сторону, перекидываю сюда, сразу же ногами я его отталкиваю вот этой рукой, прихватываю его от трицепс, потому что рука уже под моей шеей, то есть, мне очень удобно ее атаковать, например, на обратный рычаг. Что я могу сделать? Я делаю такое движение. Раз, забираю вот такой замочек плотно, покажу в сторону от него, делаю обратный рычаг, например. Собственно, люди, у которых более длинные ноги, и они ими умеют пользоваться лучше, чем я, они могут перейти спокойно на треугольник, используя этот захват по верху шеи, по верху плеча. Стас, судя по каплям пота на твоем лице, это очень сложная техника. Саня тяжелый. Ты специально выбираешь себе тяжелых поток. Чтобы люди видели, что они реально работают, что я на своем весе, а то вот я возьму, как Гордон Райан, да, девушку, и что ты потом себе говоришь, что на телке любого можешь сделать. Логично. Ну, наверное. Да. Ты на своей жене можешь такую сип сделать? Любую сип могу сделать. А если на физику включат? Любую сип могу сделать. Красава. Мужик. Да. Если разрешать, конечно. Или почему-то все время говоришь, что самое интересное, когда кайф. Я записываю. Да, я работаю. Отлично. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.